Два ЧП за одни сутки в Харькове и Мелитополе. ЧП или диверсии? Что произошло? И связаны ли они между собой? Выясняли наши корреспонденты. В Харькове очередная диверсия. Неизвестный из гранатомета обстреляли склад горюче-смазочных материалов. Он находится на окраине города, на территории воинской части. Стреляли дважды и сразу скрылись. Скорее всего на машине. Иначе к складу не добраться. Насколько громко дом трусился. Вот насколько громко... Думали, да, дом сейчас упадет. Два экипажа милиции. Местные рассказывают, стреляли по складу с грунтовой объездной дороги. Диверсанты, вероятно, целились в один из резервуаров с топливом. Их на территории части несколько. Не попали. Один из снарядов точно не разорвался. Другий будет устанавливать выбухотехническую экспертизу. Постраждали их нет. Ни шкоджений не нанесено. По информации пресс-центра Минобороны, этот склад обеспечивает горючим военный Харьковского гарнизона. Сколько именно там взрывоопасных веществ, не говорят. Тайна. Расследованием диверсии занимается СБУ. Наконуне вечером прогремел взрыв в Мелитополе Запорожской области. ЧП произошло на третьем этаже Хрущевки. Погибли трое молодых людей. Они снимали квартиру. Еще один человек, сосед по лестничной площадке, в реанимации. На третьем этаже на кухне произошел взрыв, в результате чего были повреждены перегородки межкомнатные, наружная несущая стена и также перекрытие, междуэтажное перекрытие. Причина ЧП пока не ясна. Спасатели предполагают, это был взрыв бытового газа. А вот что говорят газовики. Была бы утечка газа, ты ее не спрячешь, понимаете. Но еще и нету. Мы обнаружили закрытые комфорты, закрытые краны перед плитой. Откуда газ взялся? Ответ на этот вопрос обещают дать взрывотехнике. Правда, позже. Тогда и станет понятно, длине одной лицепи происшествия в Харькове и Мелитополе. Сергей Бордюжа, Лидия Калинина, телеканал Интер.